Смотрю сейчас объявление на С-22. Хочу вам показать именно эту объявку. Смотрите, акциз есть. Там, где есть акциз, почему-то приближение у меня трехкратное, там, где есть акциз, видите, вот, телефон официально завезен в Республику Беларусь. Акцизы у нас в Беларуси есть на все, даже на кофе. Сейчас покажу. Стиральный порошок, акциз РБ, куплен в официальном магазине. Жидкий порошок, акциз. Этот жидкий порошок покупала давновато, поэтому здесь акциз более старый. Чтобы было понятно, даже на каком-то рублевом чае, тут с яблоком и шиповниками, акциз, чай. Покупала раньше, акцизы, как вы видите, отличаются. Кофе, РБ, чай, вот эти акцизы новые. То есть, у нас все абсолютно везде, все, что вы покупаете, все. Если оплачен вот этот налог, если все перевезли официально, а через границу доставили, то все, все с акцизами идет. Если товар привозят неофициально, то его там, если находят, ловят, забирают этот товар, конфискаются, и потом у нас есть магазины-конфискаты, там, где по дешевой цене продаются вот именно те, которые нелегально пытались провести. Вот этот акциз. Большой перечень товаров с акцизами, но не весь. К чему веду-то? Акциз есть, телефон завезен официально. Официальные магазины у нас МТС, а один связной на связи, пятый элемент, ну, возможно, еще парочку, которые вот я сразу сходу и не назвала. Посмотрите на саму коробку. То есть, официально завезенный телефон, он настолько с левой поставки, внизу одни иероглифы на китайском. У меня сейчас тоже S22, смотрите, цвет написан на английском, внизу одни иероглифы. Вот у меня точно такой же S22. Это был по предзаказу из пятого элемента. Пятый элемент, у них печать зао Патио, вот импортер в Республику Беларусь. Это официальная партия. Здесь написано на русском языке, сделано в Корее. Цвет зеленый, и здесь нет абсолютно никаких иероглифов, ничего здесь нет. И вот такая же официальная поставка, такой же акции с РБ, видите. Но только здесь все непонятно какое. То есть, ты покупаешь телефон, и ты не знаешь, для какой страны он предназначен. Разница-то в этом есть. Интернет-магазины привозят левое, но там стоит все гораздо дешевле, чем в официальных салонах. И недавно я еще была в ремонте телефонов, сидела я там больше часа, и звонили, вот, звонили, спрашивали, купили телефон в Германии, привезли в Беларусь, а он не работает. Много телефонов блокируют, много покупают залоченных, привозят сюда и продают их за такие копейки, потому что они просто не работают. И это все очень сильно сбивает рынок. Привет! Сегодня будет краткая история о том, как я столкнулась с разводом на Вэлберис. Итак, звонит мне мама, говорит, что распродажа телевизоров на Вэлберис, день рождения Вэлберис, огромные скидки, срочно нужно заказывать телек. Ей как раз телевизор нужен. Начинаем мониторить цены на Вэлберис, смотрим, что цены настолько низкие, что это кажется очень подозрительным. Например, телевизор от Xiaomi, который везде стоит 1200 белорусских рублей, Вэлберис его продают за 330. Цены сейчас называю примерно, потому что эта история произошла немножко ранее. Телевизор от LG, который стоит везде 2700, например, на Вэлберис, он продается 600 белорусских рублей. То есть 2700 это больше 1000 долларов, 600 это 250 долларов. То есть цены настолько низкие, что это похоже на какой-то развод, либо же это похоже на какие-то восстановленные телевизоры, либо копии. Копии телевизоров я никогда не видела, поэтому варианта у меня было всего два. Посмотрели, посмотрели мы телевизоры, повыбирали. Так как у меня есть возможность, не оплачивая, делать заказ, потому что у меня большой процент выкупа, у меня эту возможность не забирали, эту функцию, эта функция у меня осталась. Поэтому решили заказать, но надежды вообще не было никакой на то, что телевизор придет. Также телевизор заказывал мой дядя. Телевизор я заказала. Когда телевизор находится в корзине, указано, что возврат бесплатный. То есть если придет там какой-нибудь непонятно какой, левый какой-то, возврат будет бесплатный. После того, как заказ мой оформили, у меня сразу появляется строчка, что возврат будет уже платный. Заказала я два телевизора. Первый я отменила, второй мне не отменили, потому что ты можешь, если сразу заказываешь, сразу из личного кабинета, можно всего один отменить. Думаю, ладно, будем смотреть, что будет дальше происходить. Причем вот этот день рождения в Элберис, типа скидки везде до 90%, реклама, когда заходишь на сам сайт, либо в приложении сразу огромными буквами реклама, скидки, распродажа. Причем у меня в корзине было примерно 43 товара. То, что мне понравилось, но по цене мне не сильно захотелось покупать за такую цену. Я ждала, пока цена снизится. Из вот этих 43 товаров, ни на один товар, цена ниже не стала. То есть я мониторю, просматриваю, цена точно такая же, как и была, такой же она и осталась. Заказала я телевизор. Телевизор, отменить, отмену вот эту произвести у меня не получилось. Жду, жду, жду. Естественно, спустя там несколько дней вообще никаких движений по телевизору нет. Допустим, если ты делаешь какой-то заказ, через час уже там написано отправлено сборку. Через 2 часа появляется уведомление «товар собран». Через 4 часа появляется уведомление «отправлен на отправку». Ну, то есть какие-то движения по товару видно. Здесь двое суток товар у меня висит как оформленный. При этом указано просто «оформлен», никаких движений вообще нет. Естественно, телевизор мне не пришел. И не так, как это обычно бывает, пришло уведомление, что заказ отменен магазина. Сейчас добавлю скриншоты. И на самой главной странице появилось вместо фотографии этого телевизора появилась просто фотография, что товар, наверное, закончился. Если отмена произошла, то товар закончился. Мои выводы по этой ситуации. Либо это, причем все телеки, которые были вот по таким безумно низким ценам, все цены были от одного продавца. Один продавец создал все заказы. Ноль отзывов, ноль заказов, ноль комментариев. Вообще ничего нету. Естественно, ноль фотографий. Здесь два варианта. Либо это Вайлбери. Сам создает липовые скидки. Вы там приходите выбирать. К сожалению, телек не купили. Закажу другой. То есть такие вбросы я замечала даже в Беларуси среди скидок других операторов. Когда, допустим, в 9 утра начинается акция. Я звоню в 9.15. Говорю, хочу купить такой телефон. Так как раньше я следила за всеми скидками, чтобы выгодно покупать себе для обзоров. Говорят, телефон закончился. Если я говорю, хорошо, а в моем городе, в каком магазине есть этот телефон? К сожалению, в вашем городе телефоны закончились. Я говорю, хорошо, в Минске. Вот я в Минск собираюсь. Скажите мне, в каком магазине в Минске есть наличие? Тоже закончилось. И по всей Беларуси, спрашиваю, тоже закончилось. Хотя там, грубо говоря, прошел час с начала акции первого дня. То есть это, естественно, были какие-то липовые вбросы для привлечения клиентов. Здесь либо был такой вариант от Вайлбери со создания липового магазина, либо второй мой вариант, это было мошенничество. Так как Вайлберис, российский магазин, конвертация. Не знаю, как происходит сейчас. Сейчас я рассказываю из своих предположений, потому что какое-то время назад я заказывала алмазную мозаику. Она стоила 1000 рублей российских. С белорусской карты у меня списалось 42 белорусских рубля. А при отказе от этой алмазной мозаики мне на карту вернулось всего 30. Потому что российский рубль покупаешь за 4.20, а сдаешь его за 3. И получается, за 1000 рублей российских разница уже в 30% в цене. То есть, либо здесь был какой-то ход мошенников, что выгодно было, чтобы списали с карты деньги определенная сумма. Если эта карта, например, белорусская, то есть, эту схему я не понимаю. Сейчас только мое предположение. А какое-то время вам там деньги возвращаются, но в перевод на белорусский рубль вам уже приходит меньше. Возможно, условия Вайлберис и политика Вайлберис немножко поменялась. Но вот такая ситуация у меня была. Была немножко раньше, была в этом году. Либо все-таки это была вбросовая такая вот скидка, липовая акция. Потому что у очень маленького количества покупателей осталась вот эта возможность при оплате. У меня есть галочка, я могу ее ставить. Списать сразу денежное средство, либо уже потом, когда осматриваю товар. Естественно, сразу я товары не оплачиваю. Прихожу, смотрю, если мне подходит, я списываю, чтобы не было вот этой вот туда-обратно. Потом ждешь, пока те деньги на карту вернутся. Но такая возможность есть не у всех. Большинство людей, естественно, эти телевизоры дешево увидели, оплатили все сразу. Телек не пришел, и спустя время деньги им вернулись. Насколько вернулся? Какая сумма вернулась, остается под вопросом.